Захоронили не только император и императриц, но и некоторых великих князей, то есть членов императорской фамилии. Но потом собор Нерезиновый, места стало не хватать. Построили, решили отдельно великокняжескую усыпальницу для членов императорской фамилии. Но она только снаружи нам видна, внутри пока там не отреставрирована. Вот это желтенькое здание, то что я... А кого вы тут фотографируетесь, дорогая моя? А я слушаю вас. А? Только у меня не надо фотографировать. Не, я вас не слушаю. А вот это желтенькое здание, то что я махнула рукой, оно тоже историческое. Единственное, что исторически оно было одноэтажным. Второй этаж на острове на советское время. Здесь сейчас администрация музея-наповедника Петропавловская крепость. А когда оно было одноэтажным, здесь была гауптвахта. Ну, раз тут мизон стоял, значит офицерская гауптвахта. Вот, ну и сейчас вот такой уродец сидит. Это на самом деле как бы не уродец, это памятник Петру Первого, скульптор Шемякин. Ну, вы знаете, есть такая у нас андеграундная фигура. Я вообще человек доброй воли, я считаю, что можно делать что угодно, вопрос, зачем сажать сюда. Кстати, их четыре таких штуки. А где вы видели? Ну, нет, слава богу, все остальные не в Петербурге. Одна где-то в Штатах, вторая под Парижем, третья не помню где, четвертая вот у нас. У нас в городе люди разделились на два лагеря, но тем, которым не все равно. Одни считают, что памятник хороший, другие считают, что памятник плохой. Ну, какому лагерю принадлежу я, как бы понятно. Хотя справедливо старайтесь, я хочу сказать, что Дмитрий Сергеевич Нехачев, которого я, как и вы, наверное, очень уважала, но лично с ней была знакома, он считал, что памятник хороший. И не без его руки он сюда поставил. Но я не могла с ним поспорить. Но часто спрашивают, почему маленькая голова, почему широкие плечи. Это к автору, пожалуйста, авторское видение. Единственное, что могу прокомментировать. Всем известно, что у Петербурга 1 был огромного роста, 2 метра 4 сантиметра. Сейчас некоторые хотят его почему-то увеличить, 2 метра 10 говорят. А что, 2,4 мало, что ли? Нет, 2 метра 4 сантиметра. При этом исторический факт. Очень узкие плечи и очень маленькая нога для такого роста, 38 размера. Поэтому он все время должен был опираться либо на шпагу, либо на трость. Но им надо было просто удерживать равновесие. Ну, одновременно по головам быть удобно, конечно, но тем не менее удерживать равновесие. Здесь широкие плечи. Насчет головы говорят, что снял размеры с посвертной маски. Я не упрекаю во лжи, наверняка снял. Маска есть, наверняка снял. Но медики вам грамотнее меня объяснят, что там соответствуют, что не соответствуют, зная, что Петр был лысым не был. Ну что, знаете, туристов мы все очень любим, но иногда они так стремятся быть близко к прекрасному, что приходится их отучать. Но так близко, например, посидеть на коне рядом с бедным садником. Но начинаешь объяснять, что не надо сидеть на коне рядом с бедным садником. Ну на этом памятник и просмотр.